На Украине может это все закончиться тогда, когда украинский народ будет субъектом определения своей судьбы в своей собственной стране. Сегодня, к сожалению, украинский народ не является таким субъектом. Ни одно решение украинского народа, оно не исполняется, оно не учитывается и оно более того растаптывается. Сегодня те, которые пришли незаконно к власти на Украине, ставят своей целью исключительно деньги, исключительно выполнение обязательств перед западными своими начальниками, а это прямое, я говорю, что это Соединенные Штаты Америки и Государственный департамент Соединенных Штатов Америки, который устраивает сегодня как раз то, что сегодня происходит на Украине, устраивает вот этот вот шабаш, который происходит на границе с Россией, и который нынешняя украинская власть в угоду американцев исполняет с украинским народом. Поэтому Украина может найти вектор выхода из этого кризиса только в том случае, если сами жители Украины, а я уверен, что сегодня они уже просыпаются, они начинают думать, по крайней мере, потому что тот, я вот недавно был в Крыму, что характерно, и там шли несколько украинских каналов, ну там с ума сойдешь просто посмотреть на то, что показывает. Я не осуждаю и не могу осуждать людей, которые сегодня поссорились с нами, с жителями России. Для них мы будем, хочешь не хочешь, они находятся под этим прессингом информационного давления, и я даже представил себя, если каждый день с телевизионных каналов, с интернет-ресурсов, с радиопередач, с уст представителей власти говорят, что Россия является агрессором, их сложно. Сегодня, как бы, у меня даже родственники, которые, мы всегда общались, я всю жизнь там прожил, меня на лето отправляли в Киев в детстве, я ходил в поход по Днепру, ну то я имею в виду в долине Днепра, поэтому и сегодня они, конечно, это в таком информационном тяжелейшем давлении, им тяжело выработать свою точку зрения, но они сегодня в большей своей степени думающие люди начинают прозревать, начинают понимать, что что-то происходит не так. Сегодня экономическая ситуация в стране, она катастрофичная. И даже не то, что страна сегодня задолжала более 42 миллиардов долларов, но даже это чувствуется у людей, когда практически в магазинах уже цены поднимаются, за квартиру им приходится платить, денег нет, зарплаты уменьшаются, поэтому в этой ситуации люди начинают понимать и думать. Поэтому, насколько быстро это начнется с самоопределения непосредственно людей, насколько быстро они смогут повлиять на внутреннюю и внешнюю политику своих властей, настолько скоро они могут, по крайней мере, наметить тот выход из этого определенного кризиса, который, на мой взгляд, очень сильно затянулся. – Существует прогноз, что ситуация на Украине резко поменяется после выборов в США. – Я думаю, что следить за США – такое дело не совсем благодарное, потому что там, знаете, есть такая поговорка в армии была, «Куда солдаты не целуй, везде задница». Поэтому здесь вот что одни, что вторые, для них внешнеполитический курс, американский курс не является. Республиканцы всегда были для нас такими ястребами войны, и всегда они ястребами конфликта. Поэтому вся внешняя политика республиканцев, тем более, вспомним, последнего президента Буша, тут целые кланы. Вот нас сейчас они упрекают, что у вас там не демократично что-то там при этом, а у них на протяжении 200 лет их истории с небольшим, несколько кланов всего присутствует у власти. Это не является, это разве является, что демократично? У них не может ни с того ни с сего появиться там явный лидер и пройти через жернова вот этих так называемых демократических институтов, чтобы выставить свою кандидатуру на должность президента. Кто сегодня является в Америке кандидатом? Тот же представитель клана Буш, нефтяников так называемых, для которых важно, или представитель Клинтона, Хиллари Клинтон, которая точно так же была у власти, ее муж, ну тоже можно назвать, что это является непосредственно клановостью такой. Поэтому вот Барак Обама, это тоже такое, все это сделано в таком в голливудском сценарии, что у нас должны быть все представители, вот нам представили чернокожего президента. Но это все такое, знаете, отличается голливудским сценарием. А на самом деле, если это взять, снять всю эту скорлупу, то на самом деле все это писано под определенную копирку. Два-три клана, которые делят определенное мировое господство, они являются на высоте американской политики, а заправляют за этим определенные финансовые корпорации, Семи, которые мы там, все про них все узнают, но они находятся в тени Ротшильда, Рокфеллера, Моргана. Поэтому здесь все достаточно предсказуемо. Поэтому, что будет в зависимости, я думаю, внешняя политика Америки не изменится в отношении и России, и Украины с приходом того или иного президента. Поэтому здесь еще раз, для того, чтобы страна имела свою определенную, хотя бы намек на независимость, то она должна как минимум выстраивать свою политическую составляющую независимую. Сегодня, к сожалению, на Украине, с учетом такого огромного долга, это маловероятно. Хотя Греция показывает примеры, как можно выйти из такой финансовой кабалы, которую ее туда затащили. Сегодня заслуга Ципроса, возвращаясь к этому вопросу, в том, что он допустил до взаимоотношения греческих властей и власти Евросоюза и Америки, впустил туда в субъектность народа. Поэтому народ стал субъектом определения дальнейшего судьбы Греции. Поэтому вот здесь, естественно, это не нравится кланам, естественно, это не нравится тем воротилам, которые сегодня устроили, в том числе и Европейский Союз загнали, неизвестно под какую кабалу. Но когда народ стал субъектом определения своей судьбы, это не нравится финансовым корпорациям, но это дает какой-то намек выхода выхода, в принципе, страны из той кабалы, которую ее загнали. Давайте подробнее про Грецию теперь. Греция, Евросоюз, но углубимся немножечко в эту тему. Я прям немножечко хоро шел даже фразой, что ввел туда народ, по-моему, по-моему, мое субъективное мнение, цифрс немножечко потоптался по своему народу, полностью игнорировав результаты референдума и запросив транш из Европы. То есть он не меняет условия, да? Нет, для этого, понимаете, цифр...